Это история о том, как один гневный комментарий в интернете не просто не обидел молодого энтузиаста Александра Пожаренко, а направил в нужное русло. Именно так магистрант экономического факультета БГУ познакомился с фермером Дмитрием Крыловым и начал реализовывать одну из своих многочисленных идей – создание инновационного парка развлечений. Был конкурс. Я пришел, представил эту идею. Ее там не поддержали, но при этом у меня взяли интервью. Тоже оптимист такой, хочет что-то поменять в нашей стране. И с этого пошла вся история. Любая обратная связь – это все равно обратная связь, даже негативная. И в одном из негативных комментариев было сказано о том, что лучше бы ты не ходил по райисполкомам, а пошел к фермеру. Вот я и пошел. Тем временем глава одной из крупнейших козьих ферм страны после поездки в США также загорелся идеей создания на территории хозяйства необычной зоны отдыха для гостей. Так, в феврале этого года бизнесмены засеяли кукурузное поле размером в 29 тысяч квадратных метров, которое сегодня выросло и благодаря немалым усилиям стало оборудованным лабиринтом для проведения необычных квестов. Мы на двух гектарах вырезали карту Белоруссии. И в каждом городе есть информация об этом городе, интересные факты. Там пикетики, нужно получить штампик на обходном листе, чтобы какие-то баллы дополнительные заработать. Есть сложность хозяйства экологическая. Мы не применяем гербицидов и минеральных удобрений, поэтому кукуруза у нас растет не очень хорошо, и мы руками ее всю пропалывали. Но это готовилось уже, еще снег лежал. Не единым кукурузным лабиринтом жив парк развлечений на козьей ферме. Здесь и контактный зоопарк, экскурсии по ферме, мастер-классы по сыроварению, дегустации блюд из фермерских продуктов. В общем, все, что можно назвать истинным агротуризмом. Сложно поверить, что 25 лет назад на этом месте была лишь затишная опушка без каких-либо признаков обитания человека. Мы здесь с Дмитрием фактически очень много делали сами, своими руками. Очень много сил уходит, энергии. И вот сейчас, когда люди проходят по лабиринту, когда я захожу и вижу эти эмоции, как у людей, вот здесь пикет, вот сюда надо идти, я вижу это, и вот я тогда заряжаюсь этими эмоциями. Я понимаю, что то, что я делаю, оно не ради денег или славы, оно ради того, чтобы было что-то особенное, что-то необычное. Если вас вдохновляют необычные идеи и энтузиасты, которые воплощают их в жизнь, то в Кукуполисе вам точно будет чем заняться. 19 августа запланировано официальное открытие. Катерина Шарак, Максим Сацукевич. Наше утро.